МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа «Республика». Об основных событиях понедельника и прошедших выходных вам расскажут наши корреспонденты и я, Юлия Важенина. Зарядились к празднику. День защиты детей в Чебоксарах начался с зарядки со звездой. Заглянули на огонек. Сотрудники МЧС выявляли нарушителей пожарной безопасности. Более 10 тысяч дошколят собрались сегодня на Красной площади, чтобы начать День защиты детей с утренней зарядки. Среди звезд праздника юные телеведущие нашей телекомпании, олимпийская чемпионка Олимпиады Иванова и руководитель федерации фитнес-аэробики Чувашской республики Оксана Вербина. Подробности в следующем сюжете. Разноцветные кепочки, воздушные шары и беззубые детские улыбки на всей Красной площади. Картина уже привычная. Массовая детская зарядка проходит в Чебоксарах второй год. Я благодарен всем тем, кто ведет такой здоровый спортивный образ жизни. Каждая мама, каждый папа хочет, чтобы дети были современными, чтобы они были целеустремленными, талантливыми, умными. Так держать. С праздником, дорогие друзья! Комплекс упражнений для малышей разработали в Федерации фитнес-аэробики Чувашской республики. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 15 минут в режиме нон-стоп. Не каждый взрослый справится с такой нагрузкой. Но всем давно известно, энергии у мальчишек и девчонок обычно больше, чем у родителей. Мне очень понравилось, я второй раз сюда выхожу. Мария Шоклева, Елизавета Зайцева, Андрей Спиридонов, Республика. Президент Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами многодетных родителей. Среди них пять семей из Чувашии, из которых одна удостоена ордена родительской славы, остальные медали ордена. Всего же в Чувашии более 10 тысяч многодетных семей. Как живется родителям с тремя и более детьми, что им необходимо, и чем может помочь государство, глава Чувашии предпочел узнать из первых уст. Трудно не столько родить много детей, сколько их вырастить. Такие вещи не принято обсуждать, но зачастую из-за детской благополучия родители расплачиваются собственным здоровьем. Это и бессонные ночи, и переживания, когда ребенок болеет, и волнение, когда поздно приходит домой, не говоря уже о том, что на уборку, стирку и приготовление пищи уходят в несколько раз больше времени и сил. Неудивительно, что в последнее время большая часть семей не решается заводить второго и третьего ребенка, а некоторые вообще отказываются от деторождения. Тем ценнее для общества пример тех, кто не побоялся никаких трудностей. Эти люди просто любят своих детей и хотят, чтобы они выросли достойными людьми. Если говорить народным языком, всегда люди думали, чтобы стыдно не было со своих детей перед своими соседями, родителями. И вообще краснеть, чувашский народ не привык. С этой точки зрения я благодарен всем тем, кто отозвался на наше приглашение. 70% многодетных россиян – это семьи с тремя детьми. Однако встречаются и пять детишек, и одиннадцать, как у Тихоновых. Разумеется, все они рожали детей не ради родительской славы и не для получения материальных благ. Но поддержка со стороны государства все равно не бывает лишней. Сегодня в Чувашии, кроме материнского капитала, за третьего и последующего ребенка родителям выдают еще один сертификат на 100 тысяч рублей. Более 4 тысяч семей получают ежемесячную денежную выплату около 7 тысяч рублей. Впрочем, немало возникает и вопросов, которые только деньгами не решить. Вот сейчас лето, и хотелось бы, чтобы дети-инвалиды побольше отдыхали в строительных, ну, в еляхах или вегетационных центрах. На встрече обсудили и проблемы обеспечения многодетных земельными участками. В Чебоксарах, к примеру, очень сложно со свободными территориями, но городские власти ищут различные пути. Сегодня 3 тысячи многодетных семей республики уже имеют земельные участки. Елена Гальперина, Сергей Рябчиков, Республика. К сожалению, не все дети рождаются у любящих, заботливых и ответственных родителей. Бывает, что, едва появившись на свет, ребенок попадает в сложную жизненную ситуацию, хотя и не понимает этого. Найти такому человеку нормальную семью взамен несостоявшейся, пока он не вырос и не почувствовал себя обделенным, и мечта, и цель сотрудников дома ребенка-малютка. Здесь День защиты детей – особый праздник. «Пусть всегда будет мама, пусть всегда буду я». Именно с этих слов начался утренник. Гостями праздника стали сами юные жители дома ребенка и дети, у которых недавно появились новые родители. Когда дети уходят с нашего дома ребенка, мы поддерживаем тесную связь с этими семьями, потому что часто возникают вопросы по поводу адаптации детей в семьях, и мы стараемся как можно помочь этим семьям. Сейчас тут живут 42 ребенка в возрасте до 4 лет. С каждым годом их становится меньше, а взрослых, готовых принять к себе в дом малышей, больше. Хочется пожелать, поздравить всех наших мам, бабушек, которые, прежде всего, приемных, наверное, которые забрали в свои семьи малышей из этого дома ребенка. А их много достаточно. И воспитывают этих детишек как своих. Мы им очень благодарны. Воспитываются они действительно как в родных семьях. Так повезло двухлетней Маше Шариповой. Из дома ребенка она попала в семью Вазиковых. Теперь у матери героини семеро детей. Причем сама она является сотрудником дома «Ималютка». Когда она пришла к нам, когда я ее увидела, ну, у меня как-то щелкнуло. Ну, не так уж прям. Во время отпуска медсестер я работала в их группе. И она была там самая маленькая, самая такая нежная, ласковая. Она мне очень понравилась. Я сразу же на нее оформила документы. И я ее забрала. Теперь она наша дочь. В день защиты ребенка покинут дом «Малютка» еще несколько детей. Конечно, в его стенах теперь станет тише. Зато в семьях будет слышен звонкий и задорный смех маленьких домочадцев. Екатерина Абрамова, Расиль Мухаммедов, Республика. На конец мая в Республике образовалась задолженность по заработной плате. Она составляет более 31 миллиона рублей. О том, как ее сократить, говорили на еженедельном совещании у главы Чувашии. По данным министра экономического развития, задолженность по заработной плате с апреля возросла. Произошло из-за счет, кроме как конкурсных управляющих, конкурсных производств, у нас появились еще коммерческие организации в числе должников. Это СКБ, СПА, Сантория Чуваш, Курорт, сервис промышленных машин, промо-тератор вагон, Канадский городской парке, плюс Чебоксарская типография. Для того, чтобы повлиять на нерадивых работодателей, регулярно проводятся межведомственные комиссии. Такая работа приносит свои плоды. На 29 мая у нас погашена полностью задолженность это МОП, Репсервис, промо-тератор вагон, Канадский городской парк, сервис промышленных машин, в общем, все те организации, которые я назвал. Вы видите их на слайде, они погасили. И сегодня у нас еще немножко остается задолженность по Чуваш-Сатадору, небольшая сумма, это около 600 тысяч рублей, которые в ближайшее время будут погашены. Ну, сегодня остались вопросы по четырем организациям, вот вы видите тоже внизу их, это четыре организации, три из которых находятся в процедуре конкурсного производства, электросила, агрочаки, ударник. И введена процедура наблюдения, это Чебоксарская типография. Мы обсуждали эту тему, ситуация не улучшается. 31,8 миллиона рублей, и количество людей, которые недополучают заработную плату, какие это проблемы вызывает для семьи, мы все прекрасно понимаем. Поэтому озадачивая руководителя отраслевых министерств, службы, которые администрируют данный вопрос, надо жестче подходить. Мы справлялись и с проблемами, которые были у нас намного серьезнее, намного значимые, когда почти 130 миллионов рублей были долги по зарплате, тысячи человек, работающих в тех или иных коммерческих организациях, не получали. И с этой точки зрения, на сегодняшний день мы как-то по-человечески подходим. Если работодатели, которые ведут свою финансово-хозяйственную деятельность, прежде всего свою коммерческую деятельность, не хотят рассчитываться с работниками, то они должны для себя, конечно, принимать решение, что дальше будут делать. Или должны объявить сами себе банкротом, или, соответственно, должны продаваться просто, или активы свои продавать для того, чтобы рассчитываться заработной платой. Некоторые предприятия, находясь в стадии банкротства, сейчас выставили имущество на торги. По информации Министерства экономики, в третьем квартале средства должников должны появиться. Госинспекция труда ведет свой реестр неплательщиков. Задолженность как бы не понижается, в какой-то степени чуть-чуть растет ежемесячно, небольшими темпами. Но, тем не менее, хочется верить, что указанная задолженность будет погашена. По информации Министра экономики, мы в это будем верить. Но тут хочется отметить, я уже говорила, что основная часть задолженности, все-таки, это более 25%, приходится на НПП, инженерный центр. То есть, эта организация в настоящее время деятельность практически не ведет. Глава Чуваши призвал руководителей ведомства активнее работать с предприятиями-должниками и применять к ним всевозможные нормы российского законодательства. Татьяна Молокова, Сергей Рябчиков, Республика. В Чувашии новый прокурор на место Владимира Метелина, который вышел на заслуженный отдых, прибыл Сергей Легостаев. Сегодня его официально представили сотрудникам прокуратуры Республики. Представить нового руководителя ведомства, обсудить задачи на ближайшее будущее и просто поговорить о том, как работает сегодня прокурором, приехал заместитель генерального прокурора России по Приволжскому федеральному округу. Сергей Валентинович Легостаев, 63-го года рождения, уроженец Орловской области. Сергей Легостаев приехал в Чувашию около месяца назад. Знакомство с новым коллективом оставило у него хорошее впечатление. Потенциал, который заложен работникам прокуратуры Чувашской республики, позволит нам выполнять все достойно в рамках закона и с большей отдачей. И еще об одном назначении. Сегодня председатель Кабинета министров подписала распоряжение о назначении Юлии Стройковой заместителем министра информационной политики. Юлия Викторовна Стройкова до назначения на пост замминистра работала заместителем директора национальной телерадиокомпании Чувашии. До этого более полугода исполняла обязанности руководителя компании. В средствах массовой информации Юлия работает более 20 лет. Зрителям нашей телекомпании она известна как соведущая программы «Персона», автора ведущей популярной телепередачи «Знакомые лица». Красная площадь города Чебоксары в пятницу 29 мая стала местом встречи творческого сообщества. Здесь в режиме свободного микрофона проходила презентация и обсуждение программы «Чебоксары. Комфортный город». Город Чебоксары приступает к формированию абсолютно новой комфортной городской среды. На площадке перед Чувашским драмтеатром, откуда хорошо видно большую часть залива и прилегающей территории, собрались представители администрации города, архитекторы, руководители парков, городских предприятий, общественность и молодежь. Проект «Открытый город» перешел в новый формат. Обсуждаем интересные городские проекты. Это и Красная площадь, развитие территории Чебоксары, и набережные Волги. И мнение наших горожан – это очень важно, чтобы наши в дальнейшем эти проекты – это же проекты для горожан. И мнение каждого важно, потому что что-то новое предложили, а кому-то, может, горожанам это не понравится. И нашим проектантам, архитектам стоит задуматься, нужно ли этот проект делать. Или тот проект, который в первую очередь интересует горожан, надо тот проект выносить. К примеру, творческий бульвар из праздничных дней плавно трансформируется в пешеходный бульвар будний. От Национальной библиотеки до Красной площади становится приятно ходить, смотреть картины художников на зданиях, отдыхать на остановках общественного транспорта. Появляются лавочки, проектируются удобные остановки с буккроссингом, объемные подсвеченные клумбы, а также велодорожки. Основной принцип политики поддержки велосипедистов – это поиск места на улице, где у них есть дела в магазинах, жилых домах и офисах. Главное для велосипедистов – это безопасность движения от двери до двери. Важное звено в велосипедной политике – это возможность безопасно оставлять велосипеды на остановках и пересадочных узлах. Стоянки необходимы на улицах, у школ, офисов и жилых домов. Развитие получат городские парки, скверы и бульвары. На таких благоустроенных площадках будут проводиться тематические встречи выходного дня. Школа танцев, открытый микрофон, КВН – в общем, все, что рождает и поддерживает традиции. Мы считаем, что необходимо зеленые зоны, интегрировать людей в зеленые зоны. То есть сделать клумбы такими, чтобы к ним можно как-то пройти, посидеть среди зелени, устроить какие-то места, скамейки, которые прям могут быть на мостовой, которые позволяют общаться, присесть в любом месте города. Не только архитекторы, но и сами горожане могут качественно менять общественные пространства своими предложениями. При этом многие из разработанных проектов не предполагают существенных затрат на реализацию. Город становится местом, где приятно проводить время. Мне кажется, общество должно знать, к чему город вообще стремится, как он будет выглядеть. То есть, мне кажется, идет на пользу не только горожанам, на пользу идет администрация, то, что они себе наматывают, можно сказать, на ус, что нужно в городе, какие изменения произвести. Мне кажется, от этого огромный плюс. Нужны, конечно. Что проспрашивать народ, узнать, чего они хотят, как сделать красиво, как устроить, чтобы было благополучно людям всем. Чтобы горожане знали, что это, какой у них будет город, чтобы они представляли, где будут жить. А не то, что сейчас ходишь там, и даже не знаешь, что будет. А так приходят, ходят, рассказывают, что там есть, что будет. Горожане передавали микрофон из рук в руки, высказывали свои замечания, делились идеями. Предлагали развивать пляжные виды спорта, установить зверей из живых растений, статую из гипса, соединить с пешеходным переходом монумент матери и речной порт, усилить национальный колорит, добавить арт-объекты вместо коричневых скамеек и многое другое. Как заверил присутствующих сити-менеджер, интересные проекты будут и впредь выносить на открытые площадки, чтобы в их обсуждении, а затем и реализации принимали участие как можно больше людей. Юлия Важенина, Александр Петров, Республика. В Башкортостане прошли торжества, посвященные 125-летию Константина Иванова. На два дня село Слагбаш стало местом культурного паломничества всех поклонников творчества чувашского поэта. Нашу республику представляла большая делегация Министерства культуры, Национального конгресса, творческой общественности. На родине классика побывала и наша съемочная группа. Так поют башкирские чуваши, встречая соплеменников с исторической родиной. Говорят, что некоторые языковые различия и есть, но это отнюдь не мешает представителям различных территорий компактного проживания чуваши не просто понимать друг друга, но и беречь общее культурное достояние. Юбилей родоначальника национальной литературы превратился в большое семейное торжество, на которое съехались многочисленные родственники из всех уголков страны. Гостей, делегатов, скажем так, собралось где-то около 150, это только с Чувашей. Кроме всего этого, еще приехали гости, участники нашего фестиваля с Тюменской области, Оренбургской, Саратовской, Самарской, республики Татарстан и с других регионов. Талантливому и трудолюбивому чувашскому народу есть кем гордиться, но Константин Иванов занимает в этом списке особое место. Мальчик родился в крестьянской семье, но его дед и отец были очень просвещенными по тому времени людьми. Константин получил хорошее образование, которое позволило ему проявить многочисленные таланты. Помимо литературного дара, он преуспел и в изобразительном искусстве, и в скульптуре, и в фотоделе. За свою короткую жизнь он успел сделать очень много для понимания национальной самообытности народа в Симбирской губернии. В нашей республике живет больше, чем 160 народов, и мы все живем дружно, уважаем друг друга, любим песни своих соседей, своих друзей. И Константин Иванов является одним из символов вот этого единства, вот этой многонациональной культуры. Юбилей поэта стал поводом для торжества без преувеличения российского масштаба. В эти два дня в Слагваши побывали тысячи людей. И здесь не только вспоминали знаменитых Ситнера и Нарспит, но и обменивались культурными новостями и подарками. Давайте сделаем так, маленькие традиции. И здесь все мы проведем сегодня. Конечно. Спасибо за вас. Нам вот это же нравится, народу хочется, понимаете. Не забыли и о другом уроженце здешних мест – поэте Якове Ухсай. Такие исторические совпадения дают повод задуматься. Может, есть что-то необычное в Слагбаше? Впрочем, какая разница? Природа ли, магия, место, другие особенности. Главное, что эти талантливые люди жили и творили для нас. Мне хочется пожелать поблагодарить людей, которые здесь живут, которые собрались, которые чтят память о нашем великом поэте, о нашем великом человеке. Именно Башкирская земля родила великого Чуваша. Это символично. Поэтому мы не имеем права делить что-то. У нас общие цели, общие задачи. И мы вместе, объединяясь, конечно, мы его решим. В Чувашии, напомним, весь 2015 год объявлен годом Константина Иванова. И нас еще ждет множество различных культурных событий. Елена Гальперина, Алена Алтухова, Андрей Спиридонов. Республика. Все умещаемся. В Чувашии библиотечному сообществу представлен проект «Экслибрис» библиотеки 21 века. Познакомить с этой уникальной акцией в республику приехала генеральный директор Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы, эксперт ЮНЕСКО Екатерина Гениева. В рамках проекта в 30 регионов уже поставлено свыше 50 тысяч книг. Настала очередь и Чувашия. Екатерина Юрьевна приехала со своими коллегами. Вчера они были в «АллатРа», а сегодня встретились со столичными библиотекарями в Национальной библиотеке. В течение нескольких дней книжные фонды республики пополнятся 40 комплектами книг из 1400 экземпляров. Так что понятие «дефицит» благодаря таким акциям в книжной среде постепенно должно исчезнуть. А еще, считает Екатерина Юрьевна, библиотеки должны работать нестандартно. Я хочу поэффицировать то, что я имею в виду, когда говорю, что библиотека должна утирять. Вот перед нами такая коробочка. Моё открытое. И видны какие-то странные предметы, которые там живут. И знаём, что находится в ней? В ней находится она, в синий платочек, реальный платочек ухи. Брошка, которую шульжайка носила, помимо военных концертов. «Красная Москва», перехватывая голову, бабушки и мамы. И конфетки мои «Красная Москва», которые говорят о том, что здесь копия подлинного письма с фонда. Вот так библиотека могут удивлять. В честь Дня защиты детей национальная телерадиокомпания «Чувашия» второй год подряд проводит шуточный чемпионат. Кто принял в нём участие, кто стал победителем и что нужно было для победы? Ответы на эти и другие вопросы в сюжете Евгении Егоровой. Лето 2015 года началось ярким и весёлым мероприятием. Чемпионатом по метанию портфелей, которое прошло под девизом «Ура! Каникулы!» Учебный год завершён, и впереди целых три месяца без школьных звонков, длинных уроков и строгих учителей. Можно закинуть портфель в дальний угол, хотя бы символически. Ну, я просто брал силы и кинул сумку очень далеко. Каждый вечер я тренировался кидать портфель на улице. Я тренировался здесь на заливе. Я кидал портфель и подал только до пятёрки. Главное условие конкурса – летящие портфели, рюкзаки и сумки должны были быть пустыми. За этим внимательно следили члены жюри. Метание портфелей оказалось увлекательным занятием не только для ребят. Их родителям тоже захотелось на миг окунуться в детство. Мне сказала об этом дочь. Она в этом конкурсе участвовала чуть ранее, среди вторых классов. У неё выиграть не удалось, но получилось мне. Соответственно, очень рада этому. Радости веселья не прекращались ни на минуту. Родители открывали для себя новый жанр – пантомима. А маленькие жители нашего города активно выступали на сцене, исполняли песни и участвовали в зажигательных танцах. Эта идея пришла ребятам, мальчишкам и девчонкам из детской студии «Куча Малам». Национальная телерадиокомпания идею поддержала. И вот уже второй год, такой замечательный праздник, веселятся все. Повсюду метают, летают портфели, сумки, пакеты, рюкзаки, всё что угодно. На самом деле это не важно, что кидать. Главное, чтобы настроение было хорошее, чтобы справить день защиты детей на пять с плюсом. Победителями чемпионата стали те, кто сумел закинуть свой портфель дальше всех. За победу ребята и их родители получили медали и памятные призы. Теперь сезон летних каникул можно считать открытым. Ура! Евгения Егорова, Расиль Мухаммедов, Республика. К концу первой недели лета на Чебоксарском заливе появятся новые обитатели. Восемь поруток мандаринок, пара розовых и белых пеликанов и черные лебеди в предстоящие выходные заселят воды Чебоксарского залива, сообщается на официальном сайте города. Птиц по спецзаказу доставят из Москвы. Предполагается, что пернатые будут радовать чебоксарцев все лето. А с наступлением холодов их переселят в специальные вольеры в за уголке Ковчег парка имени Николаева. Это все новости, что мы хотели рассказать вам сегодня. Я с вами прощаюсь. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин